Министр перед родителями и первый вопрос, можно ли отменить шестидневку. Дети устают и выходной в субботу был бы кстати. Глава Минпроса поясняет, пятидневка будет только у младшей школы. Старшеклассникам по-прежнему придется учиться по субботам. Что касается работы с 6 по 11 класс, то количество часов, которые реализуются в базисном учебном плане, не позволяет работать по пятидневной учебной неделе, так как приведет к перегрузке учащихся. Данные нормы, данные САНПИНа утверждаются Министерством здравоохранения. На встрече обсудили повышение оплаты за квалификационную категорию. Оно уже началось с 1 сентября. Повышение доплат не коснулось работников дополнительного образования, а это вызвало у них немало вопросов. Каким критериям определялось, что общая образовательная школа выше, дополнительное образование ниже, тогда будет. Светлана Фадеева пояснила, все дело в том, что дополнительных средств на отрасль образования выделено не было, и пришлось выбирать из более приоритетных направлений. При этом министр просвещения отметила, что с 17 октября работникам дополнительного образования повысили надбавки за квалификацию. Пока еще они не такие большие, но все же. Еще одна тема – отмена добровольной аттестации педагогов. Теперь каждый работник системы просвещения раз в пять лет будет обязан пройти проверку на соответствие занимаемой должности. Татьяна Коркина, Валентин Васильев, Юрий Бижан. Первый Приднестровский телеканал.